Всем привет, моя дорогая зелёная банда, с вами Флаттергрин, и сегодня мы будем делать реакцию на, так сказать, пони-страшилку, которая называется Бах-Бах. Оригинальное название, не находите. И, собственно, нас встречает вот такая вот странная картинка, типа... Одна пони, сидя на другой пони, держит одну сарок ниткой. Или поводком, я не знаю. А та пони, которая привязана, она ещё и держит другую за ошейник. Короче, странно, и тут верхом на мне кто-то. Ну ладно, пусть будет. Что ж, давайте-ка смотрим. Всем привет, Флаттергрин, эта страшилка сделана специально для тебя. Ну я понял, как бы, по названию для Флаттергрин. В первый раз это произошло, когда мне было 9 лет. Я играл во дворе со своим другом Джонни. Солнце только взошло, и лучи оранжевого и красного света пробивались сквозь забор. Блин, слушайте, голос рассказчика мне напоминает какой-то, знаете, голос, который озвучивал в русском дубляже Шамам Кинга, очень похоже. Мы играли в ковбоев и индейцев. Джонни был ковбоем, скачущим по пустынной дороге, а я индейцем, который угрожал снять с него скальп. Мы бегали по двору, смеялись и кричали. Потом Джонни случайно споткнулся о свои шнурки и упал. Я подбежал к нему, направил на него свой палец и крикнул. Бах-бах! Внезапно его голова взорвалась. Мозги, осколки черепа и кровь попали на траву. Я даже не понял, что произошло. Просто стоял, разъюнув рот. Окей, это уже странная какая-то страшилка. Типа, блин, а представляете, вы играете со своими друзьями в какую-то похожую игру. Допустим, в стрелялку как-то. Вот, допустим, когда я был ребенком, мы сделали из дерева, так скажем, автоматы. Бегали, играли, стреляли. И представляете, такое, что мы начинаем играть в перестрелку, и в реале кто-то начинает там отрывать руки, ноги. Такой тут, чё? Это детская психика нарушена на всю жизнь. Кто-то рядом закричал. Мама Джонни выбежала из дома и склонилась над обезглавленным телом ее сына, рыдая и причитая. Я убежал домой. Джонни похоронили в закрытом гробу. Когда гроб опускали в могилу, его мать схватила меня и стала трясти, требуя рассказать, что тогда произошло с ее сыном. Но я сам ничего не понимал. Прошли годы. Мне постепенно удалось забыть о том трагическом происшествии. Я больше никогда не играл в ковбоев и индейцев. Второй раз это случилось в парке. Я сидел на скамейке, обедал, а вокруг скамейки бегала маленькая девочка с водяным пистолетом. Она подбежала ко мне, наставила на меня пистолет и крикнула. Руки вверх! Я улыбнулся и поднял руки, делая вид, что боюсь. Она стала брызгать водой из пистолета, весело смеясь. Потом она сказала. Теперь твоя очередь. Я поднял вверх палец и направил на нее. Бах-бах! Как только эти слова сорвались с моих губ, девочка взорвалась, как воздушный шар. Багровые куски мяса посыпались вокруг меня. Чувак, ну ты понимаешь, что произошло у тебя в детстве? А, ну если он, в принципе, забыл о том случае, то, возможно, да. Но, блин, но все равно. Когда я пришел в себя, то увидел женщину, которая ползала по траве, собирая оторванные конечности своей дочери, судорожно сжимая в руках ее ручки и ножки. Я снова сбежал. В третий раз это произошло сегодня утром. Я поссорился... Я снова сбежал. Неплохая рамочка, слушайте, мне нравится. Типа, уау. В пять раз это произошло сегодня утром. Я поссорился с женой и взап... Она еще и вейп добавила, боже мой. Это круто, это круто. Пали направив палец ей в лицо, сказал, чтобы она заткнулась. Я даже не говорил бах-бах. Но это все равно случилось. Я собственными руками счистил с пола кухни то, что осталось от моей жены. Я больше не могу так жить. Не могу жить с мыслью, что снова могу в любой момент стать причиной чьей-то гибели. Поэтому я решил положить этому конец. Все, что мне осталось, это приложить палец к голове и сказать два слова. Бах-бах! Окей, блинский, слушайте. Так, давайте прочитаем. Я не так давно начал увлекаться понями. Пытаюсь делать хорошее видео. Флаттер, пожалуйста, скажи, тебе нравятся мои видео? Я скажу, что это шикарно было. Да, это сделано в одном пони-креаторе, а не в каком-то там аниме-студии, еще в каком-то. Но, блински, насколько это все-таки круто было сделано. Вот согласитесь тоже. Он как бы... Можно присмотреться, как неплохо выделили кровь. То есть, кровь действительно сделали такой вот прям сочной и необычным по цвету, что они просто взяли там в пенте, нарисовали, типа, кисточкой и все. Это действительно... А, тут еще и рельефом каким-то выбрано. То есть, это очень круто. То, что еще и показали девочку, которая парит вейп, это шикардос. И что самое главное, что самое главное, хочу сказать... А, тут еще и подушечки, все ок, все ок. Выбранные фоны, по сути, не такие обычные, как обычно выбирают там люди, пытаясь делать какие-то пони-страшилки. Там всегда типичные какие-то фоны выбирались через Яндекс.Картинки и так далее. А тут прям... Я не знаю. Вот этот фон, по-моему, вообще из... Мне кажется, что это с бесконечного лета. Хотя я могу ошибаться, ведь рисовка очень похожая самого фона. И мне нравится, как все здесь проработано. Я ставлю лайк. И скажу, что если у тебя будет желание, делай по мне сколько хочешь. Я реакции продолжать на такое буду. Потому что реально это круто. Да, подпишусь-ка. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Ссылочка на оригинал будет в описании. Кто хочет на нее подписаться, тоже подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока. Я сейчас найду. Оп. Поехали.